Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Карен Григориан. Вы на канале Наша Среда. Сегодня мы попросили прокомментировать события в Армении политического обозревателя, независимого журналиста Георга Хачатуряна. Здравствуйте, Георг. Добрый день, Карен. Спасибо за приглашение. Спасибо, что вы нашли время побеседовать с нами. Скажите, Георг, у меня первый вопрос такой. Мы сейчас видим, как оппозиция армянская требует отставки Никола Пашиняна. Однако мы с вами понимаем, что уход Никола сам по себе, только его уход, ничего не решит. Мы понимаем, что Никол Пашинян – это смена вектора развития Армении. Это совершенно новая реальность. Скажите, вот требуя ухода Никола Пашиняна, оппозиция, она имеет в виду то, что его уход сам по себе означает уход всей его команды? Или просто это вот на начальном этапе такое требование, потом будет дополнено? Нет, требуется уход всей его команды. Почему? Во-первых, Никол Пашиняна и вся его команда – это символ капитуляционного соглашения с Азербайджаном. От 9 ноября, а точнее 10 ноября 2020 года. Символ бездарной внешней политики. Символ, как здесь считают многие, нарочно проигранной войны. Почему нарочно разговор отдельный? Есть такое мнение широкое, что были договоренности с Ильхамом Алиевым заранее о том, чтобы была вот такая война, чтобы она и закончилась именно так. Потому что многие генералы наши уже, которые участвовали в этой войне, рассказывают на пресс-конференциях чудовищные вещи совершенно. Но дело даже не только в войне. Дело не то. Война просто стала последней каплей, что называется, вишенкой на торте, которая возмутила, взбесила уже всю страну. Кроме небольшой части таких самых ярых, можно сказать, зомбированных поклонников Никола Пашиняна, люди понимают, что эти люди не способны руководить страной. Это еще ладно, хотя тоже очень плохо. Но они практически унизили Армению, поэтому уйти должен не только Никол Пашинян, а вся его команда. Это 88 депутатов фракции Мой Шак, это все его министры, все его, значит, мэр Еревана прежде всего тоже. Все вот эти люди, которые кормились эти два с половиной года вокруг власти, это, значит, Степан Сафариан, Даниэл Анисян, там, Анаит Бахщан и прочие. То есть вся вот эта бархатная команда, пришедшая к власти после бархатной революции апреля 18-го года, должна уйти. Есть еще мнение, которому я тоже должен сказать, что я к нему тоже примыкаю, что после ухода они должны быть преданы суду. Но это уже отдельная тема, тоже можем поговорить, почему и за что. То есть дело не в персоне Никола, он просто символизирует собой все вот это. Но вся его команда, и вот оппозиция, которая требует его ухода, она не говорит, пусть он уйдет и все. Нет, вы все должны уйти, потому что вы довели страну вот до вот этого состояния. Скажите, пожалуйста, Георг, вы можете назвать вот несколько критериев, почему вы считаете, что Вазген Манукян это действительно компромиссный кандидат? Потому что Вазген Манукян ни разу не упоминался даже ими в каких-то коррупционных скандалах. Потому что Вазген Манукян опытный политик, вы же знаете его биографию. Первый пример министр Третьей Республики, министр обороны, человек с именем которого связаны многие успехи в первой арцарской кампании. Человек, который очень лоялен к России, нашему главному стратегическому партнеру. Чего нет вот в этой самой бархатной команде. И даже самые ярые, такие непримиримые вроде бы люди Николу Пашиняну, как второй президент Армении Роберт Кочарян, призвала своих сторонников поддержать именно его кандидатуру Вазгена Манукяна. Опытный человек, умелый, спокойный, грамотный, образованный, устраивающий всех именно как переходная фигура. До новых выборов, в которых существует такая договоренность, он участвовать не должен. И он с этим согласен. Говорят, он слишком взрослый, ему 74 года. Но мы можем вспомнить, что президенты Америки последние, нынешние, уходящие и следующие, они даже старше него, да, и Байден, и Трамп, но не последние люди в политике, да, так что возраст здесь немножко не играет такой роли. Например, Левонтер Петросян тоже взрослый, ему тоже 75, да, уже, но он очень активен. Кстати, Вазген Манукяна в свое время бросил ему вызов, если помните, в 96 году он с ним спорил за президентское кресло. Скажите, пожалуйста, а если все-таки вот Вазгену Манукяну удастся действительно прийти к власти, стать временным премьером, какие первые шаги, вот первоочередные прям задачи вы видите перед ним стоят? Бархатная команда за два с половиной года разрушила почти все государственные институты Армении. Сейчас в Армении полный хаос власти. Практически кроме полиции и налоговой не работает ничего. Ни конституционный суд, ни банковская система, армию развалил, министерство обороны, финансы. То есть все нужно восстанавливать, систему образования, здравоохранения оказалось полностью беспомощной перед коронавирусом. То есть единственное, что требовали штрафовать за отсутствие масок. Вот этим ограничивалось. Все это нужно восстанавливать по частям. А еще не менее важный момент это внешняя политика. То есть возобновление переговоров в благоприятную для Армении сторону. Потому что ситуация там критическая. Никол Пашинян довел ситуацию до того, что Ильхам Алиев ничего не хочет слышать. Ни о переговорах, ни о статус-кво, ни о статусе для Арцаха. То есть мы сейчас не знаем, какой статус у Арцаха сейчас. Раньше это была непризнанная республика, поддерживаемая Арменией. Со своими границами, со своими национальными институтами, с армией, с полицией, с судами, со всем остальным. И мы поддерживали Арцаха, Армения. Вплоть до того, что из госбюджета выделялись определенные суммы. Там определенное количество миллионов долларов выделялось ежегодно бюджетом на поддержку Арцаха. Все это прекратилось. 70% территории передано врагу. На основании вот этой самой бумажки известной. Что внешнюю политику нужно спасать просто. Ивазген Манукян, имеющий опыт переговоров, причем в самые тяжелые годы. Он, как считают люди, способен это сделать. Скажите, вот вы уже упомянули, смена внешнеполитического курса действительно одна из основных задач. Здесь и как бы налаживание отношений с Россией, это наш главный стратегический партнер. Теперь уже единственный, благодаря Николу Пашиняну. Но тем не менее, у нас есть и, так скажем, важнейший союзник в регионе, это Иран. Может быть, сейчас, но мы говорим вот на сегодняшний день. Кого еще вы видите, вот, значит, какие страны вы видите, с кем вот наша дипломатия должна в первую очередь наладить отношения, вот после смены власти? Кроме России и Ирана? Да, кроме России. С Ираном отношения тоже немного испортились, потому что Никол Пашиняну мудрился открыть посольство Армении в Израиле, чем очень обидел Иран. И даже, вы помните, были акции, даже сжигали армянский флаг. Да, с Ираном тоже надо отношения спасать, правоотношения с Россией тоже можно долго говорить, как испортились, там, благодаря аресту Хачатурова и прочее. Кроме этих двух остаются геополитики. Значит, про Америку даже трудно мне что-то сказать, потому что американцев у нас сейчас многие обвиняют в том, что произошло. Они могли быть и наверняка были одними из спонсоров вот этой бархатной революции. Лично я думаю, что Франция, Франция, которая всегда придерживалась дружественной позиции к Армении, Франция, которая установила у себя закон о криминальной, уголовной ответственности за отрицание геноцида армян. Вы помните, что Макрон, одним из первых, говорил о террористах сирийских, да, в Арцахе? Да. Во время войны. Французский сенат недавно рассматривал, правда, это потом провалилось, но все-таки это было, резолюцию о признании независимости Арцаха. Я считаю, что с Францией нужно, ну, диаспора огромная, там, Шарль Азнавур и прочее, несмотря на то, что он уже скончался, но все равно. Я считаю, что из крупных геополитиков после России акцент надо ставить не на Америку, а на Францию и через нее на Евросоюз, но на истинные ценности Евросоюза. Не на то, что нам сейчас навязывают уже два с половиной года однополые браки, усыновлениями детей, однополые отношения и прочее, а на истинные европейские ценности. Вот на это, через Францию, на отношения с Евросоюзом, после России и Ирана. Насчет Америки разговор отдельный. Да. Вы сказали про Францию сейчас. Вот вчера должна была состояться, значит, встреча сопредседателя Минской группы, сопредседателя в урезанном составе, там не было российского представителя, с президентом Арцаха Арайгом Арутюняном. Встреча не произошла по инициативе армянской стороны, они отказались. Скажите, вот на ваш взгляд, некоторые эксперты говорят о том, что эта встреча, так скажем, подняла бы статус Арцаха сейчас. Как вы считаете, вот ваш комментарий по этому поводу? В нынешнем состоянии я, честно говоря, не вижу даже смысла в таких встречах. Что сейчас обсуждать? Баку не видит никаких причин для каких-то обсуждений. Они считают, что они выиграли войну. Они двигаются вперед, захватывают села, которые им нравятся. Потом говорят, это вот в документе, в этом указано, вот это село тоже. Мы это забираем. Что сейчас можно обсуждать вообще? Нас вообще уже перестали уважать после 10 ноября. Ни Арайг Арутюнян, ни Никол Пашинян не пользуются никаким авторитетом ни в Арцахе, ни в Армении. И Баку это прекрасно чувствует. Почему, наверное, Россия не прислала своего сопредседателя, наверное, исходя из этого же? Я так понимаю, что только новые власти наши, новая администрация способна возобновить переговоры. Нынешние уже нет. Она уже исчерпала полностью лимит доверия свой. И внутри страны, и в ней, и за ее пределами. Поэтому люди и не встречаются. Почувствовав это, наверняка отказались встречаться. Почему встреча и сорвалась? Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вот те действия, которые сейчас предпринимает оппозиция, достаточно ли будут они для того, чтобы Никола Пашиняна заставить уйти в отставку? Я в этом не уверен. Честно говорю, я в этом не уверен. Потому что, да, набирает силу. Вчера, например, был марш достоинства. Очень много людей было. Я так много протестующих властью Никола Пашиняна не видел. Десятки тысяч. Весь Ереван был забит людьми. Все улицы. Были огромные. Я добирался из центра Еревана в спальный район, где я живу. Обычно это занимает полчаса на машине. Вчера это длилось два с половиной часа. Потому что были пробки везде. Гигантские. Заторы. Просто машины стояли. Потому что весь центр был в людях протестующих. Но Никол Пашиняна не уйдет так. Я сомневаюсь сильно. Даже если встанет вся страна, он считает, что у него все нормально. А может делать вид, что у него все нормально, что никакого протеста нет. А вот эти люди, которые вышли, это люди, которых финансирует Роберт Кочарян и Серж Сашксян, чтобы самим прийти к власти. Но при этом он ходит с огромной армией телохранителей. Требует от министра обороны стянуть деревом войска. И свой дом окружил полицейскими кордонами. Еще вертолеты летают теперь. То ли у него действительно такая картина в голове, что все нормально и ничего страшного не произошло. То ли ему хочется так думать. Но я лично, например, считаю, что да, эти марши, акции, протесты, они нужны, конечно. Люди выражают свое возмущение. Чего не было давно очень. Акции, протесты у нас до сих пор были только в связи с судами над Робертом Кочаряном и прочим. Ну, в основном над ним. Ну, вы знаете, уже процесс прерван. Роберту Кочаряну вернули паспорт. Разблокировали все его счета. То есть в связи с этим были. А вот чтобы требовали отставки, такого до этого не было. И очень большой размах. Но я боюсь, что он не Левонтер Петрусян и не Серж Сарксян. Которые могут просто сказать, я ухожу. При всем нашем отношении к ним, это в хорошем, плохом, минусы, плюсы. Это люди, мыслящие государственными категориями. Николай Пашинян к ним не относится. Я боюсь, что все дело кончится силовым решением этого вопроса. Не хотелось бы, конечно, но я подозреваю, что так может быть. То есть добровольно он не уйдет. Скажите, вот армия, один из состоявшихся институтов был в Армении. Да, которыми гордылись. Да. Сейчас на него направлен очень сильный удар. И мы видим, что действительно он пошатнулся. В связи с этим, вот скажите, вы видите ли еще вот в этом институте какую-то, я не знаю, какую-то силу, какую-то внутреннюю энергию, которая может действительно совершить вот этот переворот, так скажем, для того, чтобы убрать его от власти. Потому что мы же видим, что до сих пор генералитет молчит почему-то. Мы не знаем, конечно, почему, но тем не менее это факт. И они пока не выступают. Вот видите ли вы еще силу в этом институте? Армия должна быть переформатирована, конечно. Из нее должны быть убраны люди, которые занимались не армейским делом, а прислуживанием Николу Пашиняну и Арайку Арутюняну. Когда слушаешь рассказы о том, что происходило в армии, в генералитете эти 45 дней войны, это чудовищно просто. Просто страшно. Государственные преступления происходили, национальная измена просто какая-то. Здоровые силы, конечно, есть. Я, поймите, я не призывал к этому. Просто я вижу, что по-другому, наверное, не получится. Есть у нас генералы настоящие, окончившие в Москве академию, понимающие в военном деле, которых это все, конечно, возмущает. Но пока они все молчат. Вы правы. Они пока, может, чего-то выжидают или не знаю. Я говорю, я не призывал к этому. Просто я вижу, что по-другому, наверное, не получится. Вот так мне так кажется. Это мое личное мнение. Не хотелось бы, конечно, но... Даже если 100 тысяч человек выйдет на улицу, а к этому уйдет. Вчера, наверное, было не меньше тысяч 30 точно. Я не уверен, что Никол Кашинян скажет, но если так, тогда я ухожу. Нет, это я боюсь, что будет вариант Чили 73-го года. Знаете, почему я сказал об армии? Потому что СМБ, на мой взгляд, вот 4-5 по 2 месяца, по 3 месяца сидящих... Да, разрушил. Да, руководителя, они его разрушили. Поэтому единственная, наверное, структура – это армия. И я понимаю, что действительно много народу выходит. Но дело в том, что мы видим, по крайней мере, этот взгляд из Москвы. Турецкая пятая колонна, которая есть в Армении, мы видим, что она набирает силу. И фактически призывает установить дипоотношения с Турцией и Азербайджаном. Но мы с вами понимаем, что установление дипоотношений с Турцией – это означает, то есть знак равенства стоит, отказа от киноцида и от территориальных претензий. И от уречивания Армении, как с Аджарией случилось в Грузии. Да, безусловно. И с Азербайджаном это означает, что знак равенства стоит с тем, чтобы отказаться от переговоров по статусу Арцаха. Однако даже это не заставляет общество, так скажем, взорваться. Вот скажите, что еще, на ваш взгляд, должно произойти, чтобы действительно вышло уже, наверное, не 100 тысяч, а вся Армения на улицу? Я даже не знаю, вот честно скажу, я немного даже не понимаю. Люди потеряли своих близких на войне, убитыми, пропавшими без вести, попавшими в плен. Пленными занимается почему-то Владимир Путин, Никол Пашинян пытается это присвоить себе, хотя известно, что он этим не занимается. Но я сейчас не об этом. Потеряли территории, унизили Армению. И после этого еще находятся люди, которые пытаются его оправдать. Их намного меньше, чем раньше, но они все-таки есть. Я не знаю, вот есть такой кинопродюсер у нас, Армен Григориев. Вы помните, наверное, в КВН он играл? Да, да, знаю. Он высказал интересную метафору. Он сказал, пока осколок смерча не ударит в чашку с кофе сидящих людей в кафе, и поймут они, что происходит. Не поймут, кого они привели во власть. Вот по-другому, не знаю, действительно, вы правы. Что еще должно случиться? Почему не все? Да, уже с балконов кричат, приветствуют, аплодируют, присоединяются, все. Но все-таки есть люди, которые говорят, нет, нет, это все ужасно, и он, конечно, плохо все сделал, но пусть он останется, но не приводит же обратно Сержа Сарксяна. При Серже Сарксяне Шуши был наш. У меня всегда такой контраргумент. При Серже Сарксяне Шуши был наш. И Мартакер тоже, и Гадрут тоже. А при этом весь народным, бархатно избранным, вот это мы все, куда это все делось? Я уже не знаю. Люди потеряли своих родных и возмущаются, и даже поколотили, да, Арарата Мирзуяна, спикера. Но все равно пока еще выходят не все. Почему, не знаю. Может, холодно поэтому, хотя нет, не так холодно. Снега пока нет. Вчера же вышли столько людей. Но я вот тоже не понимаю, что еще должно быть, чтобы дошло, что надо от этого избавляться скорее. Сегодня в 5 часов тоже, да? Да, я думаю, будет даже еще больше, чем вчера. Скажите, пожалуйста, а вот можно ли сказать о том, что превращение в парламентскую республику – это одна из таких основных ошибок, наверное, Сержа Сарксяна? И вот вновь пришедшие власти должны будут все-таки переформатировать опять конституцию? Ну да, ему надо будет прежде всего вернуться к полупрезидентской форме правления, потому что она показала свою наибольшую эффективность. То, что было в Армении с 2005 по 2015 год, значит, конец правления Роберта Кочаряна, он сам это инициировал, с полностью президентской на полупрезидентскую. Но парламентская, во-первых, мы не доросли до такого. И потом не должен парламент решать все. Все-таки в маленькой стране, в Канакавказе, в состоянии войны, перманетно находящейся, должна быть централизованная власть, а не такая размытая, как сейчас. Вот сейчас происходит такой хаос власти у нас. И получается, что никто ни за что не отвечает. Никто ни за что не отвечает. Когда говорят что-то вот этим депутатам, они говорят, ну сделайте новые выборы, посмотрите, кто победит парламентские. Пусть они решают. А если бы был президент, он бы мог одним указом распустить это все и на этом закончить. СССР Сарксян, да, я считал, ошибся. Это потом бумерангом ударило по нему через два года. Почему он это сделал, разговор другой, но мне кажется, это было преждевременно и для Армении не подходило совсем. Скажите, какие угрозы вы видите? Собственно, уже начинается обострение опять в Арцахе. Вот какие угрозы вы видите в Арцахе в связи с пребыванием там и российских миротворцев, и в слухах о том, что Турция и Азербайджан заселяют вот эти захваченные у Арцаха районы боевиками. И если можно, может быть, вы прогнозируете, вот когда опять конфликт перейдет из холодной фазы в горячую? Он может вспыхнуть в любой момент, потому что в этом документе, как подписанном, четко ничего не указано, как оказалось. Мы этого не знали. Как оказалось, помимо этого документа есть какие-то тайные договоренности Пашиняна с Алиевым, что я помимо того, что там указано, еще вот это можешь взять, вот это можешь взять, как оказалось. Почему они в Армении уже лезут, Сюник? И оказывается, это тоже было обговорено. Я предполагаю угрозу новой войны, новой горячей фазы, какая была осенью этой. Она очень вероятна, потому что людям может надоест. Они заходят, говорят, мы договорились, это наше. Вот заходили в Артенис, наверное, знаете вы. Заходили вот этот золотой рудник в Сотке, который не был указан в этих документах. На каком основании? В Горисе катались по улицам. Это что такое? Я предполагаю, что угроза войны очень велика. И русские миротворцы могут просто не успеть. Могут не успеть, так как это случилось, скажем, в бывшей Югославии. Не успеть, и может быть, и этнические чистки, и новая война, все что угодно. То есть человек своей этой подписью, своими этими договоренностями поставил бомбу замедленного действия под Арцах и под Армению. И новой администрации придется со всем этим разбираться. Но угроза новой войны очень велика. Очень. Буквально на волоске висит. А россияне, они не везде. Миротворцы, они же не везде. Они есть, но они же не могут везде бегать. Фактически мы можем констатировать то, что пребывание у власти нынешней команды вот каждый день, это увеличение угрозы, так скажем, национальной... Это увеличение угрозы новой войны. Это страшный стресс для нормальных, адекватных граждан. Ежедневный причем. Мы просыпаемся, смотрим на вас, ну, ленту, узнаем, что еще там они залезли сюда. Они заползают, как метастазы. А где наша армия? Хорошо, в Арцахе не давали ей воевать. По каким причинам разговор отдельный? Но почему границы открыты полностью? Куда они все делись? Они что, в Ереване все? Никто ничего не охраняет? Я не понимаю уже. Почему они спокойно переходят уже армянскую, не арцахскую, армянскую границу? Никто их там не встречает. В чем дело? Вазген Манмкен вчера призвал крестьян вооружаться и отбивать от них, отбиваться. Поскольку армия деморализована. Ну, что это такое? Спасибо большое, Георг, за то, что вы так подробно нам рассказали. Я надеюсь, что наши встречи, дай бог, станут регулярными. Да, я тоже. Мы можем поговорить о... Да. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.